МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии министр финансов Чувашской республики Светлана Янилина. Добрый вечер, Светлана Александровна. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Каковы основные показатели исполнения бюджета в первом квартале этого года? Если рассматривать итоги первого квартала текущего года, то, можно сказать, доходы увеличились к уровню прошлого года, аналогичному периоду. По консолидированному бюджету у нас рост составил на 5,5%. В целом эти доходы составили 10,2 миллиарда рублей. Но здесь, конечно, необходимо отметить, что это в целом доходы бюджета консолидированного. А если рассматривать чисто собственные доходы, то они ниже уровня прошлого года. По консолидированному бюджету они ниже уровня прошлого года на 8%. По абсолютным значениям эти доходы составили 6 миллиардов рублей. Что касается республиканского бюджета, у нас падение собственных доходов меньше, уменьшение на 4% к уровню прошлого года. Доходы республиканского бюджета также с ростом к уровню прошлого года, но они увеличились из-за роста поступлений с федерального бюджета безвозмездных ассигнований. Когда мы говорим о бюджете, это доходы. Одна часть, вторая часть, о которой мы должны говорить, это расходы бюджета. Расходы и консолидированного, и республиканского бюджета, они выше, чем уровень прошлого года. То есть мы большими темпами или с большими объемами финансируем нашу социальную политику и расходы национальную экономику. В целом расходы увеличились почти даже чуть больше 10%. И наибольший темп рост расходов – это по статье «Национальная экономика». Когда мы формировали бюджет и принимали его, были совершенно другие экономические условия. Соответственно, мы не предполагали, что наступит кризисное явление столь явное, скажем, которое мы сегодня имеем. Но, в общем-то, эти кризисные явления мы еще ощутили в конце прошлого года. Но при формировании бюджета мы, конечно, исходили из сценария развития 2014 года, так скажем, первого полугодия. Тогда, соответственно, мы закладывали рост дохода собственных и, соответственно, предполагали, что это объем роста мы и получим. Но в последующем конце года мы поняли, что действительно у нас доходы будут меньше, чем запланированные объемы. И, соответственно, было принято решение о разработке нескольких вариантов развития бюджета. Первый вариант – это базовый. То есть, соответственно, будет исполнение бюджета в тех условиях или в тех параметрах, которые утверждены законом. Но, учитывая, что этот вариант мы до сегодняшнего дня оставляем, соответственно, задачу перед собой, перед правительством глава республики не снимает по обеспечению этих доходов. Следующий вариант развития бюджета – это неблагоприятные, в соответствии которым у нас не поступят доходы на 7% от запланированных. Соответственно, эти абсолютные выражения, эти ресурсы, так скажем, мы недополучим примерно более чем 3 миллиарда рублей. И следующий вариант, который мы тоже для себя разработали, и, соответственно, мы тоже должны быть готовы к такому развитию бюджетных, так скажем, отражений, событий. Это у нас стресс-сценарий, стресс-бюджет, и, соответственно, он предполагает более глубокое падение на 17%. Исходя из этого, соответственно, мы практически в ежедневном режиме отслеживаем исполнение бюджета. А на сегодняшний день, можно сказать, бюджет идет у нас по неблагоприятному сценарию развития. Светлана Александровна, а за счет чего компенсируются недополученные доходы, какие еще источники задействованы, какие ресурсы? Ну, тут, конечно, несколько источников, так скажем, ресурсов, которые мы задействовали для того, чтобы обеспечить исполнение бюджета. Первое, конечно, мы защитили бюджет от дисбаланса для того, чтобы обеспечить его сбалансированность. Мы довели лимиты бюджетных обязательств до главных распределителей на ту сумму, которую мы планируем, что недопоступит сегодня в республиканский бюджет. Это вот первые действия, которые уже были приведены, так скажем, действия, которые были совершены еще в конце прошлого года. И год мы начали уже исполнять бюджет его уже в таком сценарии, как мы предполагаем, если оно пойдет по второму варианту развития. Но, соответственно, конечно, в то же время я уже говорила, что никто у нас не снимает задачу по обеспечению доходов, тех же объемов, которые мы запланировали, то, соответственно, здесь приводится ряд действий, ряд мер по выполнению этих показателей. Это, соответственно, мы работаем и налоговой базой для того, чтобы обеспечить его увеличение. Сегодня проводится инвентаризация и уточняется реестр платежщиков, так скажем, в ходе инвентаризации вы являетесь те объекты, которые раньше обязаны или должны были облагаться налогом, но сегодня они по какой-то причине не оказались в базе налоговых органов. Это первая наша работа по актуализации баз данных налоговых органов. Сегодня также мы имеем задолженности по налогам. Это более чем 500 миллионов рублей имеются в долге по республиканским местным налогам. И, соответственно, налогово тоже работает по обеспечению поступления этих налогов. Есть сегодня даже результаты. Где-то 300 миллионов уже налогово обеспечили поступление в эти задолженности. Вторая тема этой работы – это увеличение налоговых поступлений. Сегодня пересматривается, так скажем, вопрос о вовлечении в хозяйство на оборот государственного муниципального имущества. Также рассматривается вопрос о пересмотре программ приватизации для того, чтобы обеспечить увеличение налоговых доходов. Следующая тема, о которой мы тоже сегодня работаем совместно с федеральным центром – это привлечение федеральных ресурсов. На сегодняшний день уже принято решение, и не только принято решение. В республику уже поступило бюджетный кредит в сумме 3,2 миллиарда рублей. Сегодня они тоже вовлечены в обороты, и, соответственно, они уже в исполнении бюджета принимают участие. Светлана Александровна, мы в последние годы привыкли к тому, что несколько раз в течение отчетного периода приходится корректировать бюджет в сторону увеличения. То есть это всегда, в общем, встречалось с радостью. В этом году есть вероятность того, что мы будем увеличивать бюджет, или же больше вероятно, что его придется сокращать? Ну, мы сегодня как раз работаем над уточнением бюджета. Соответственно, у нас уже есть решение правительства Российской Федерации о выделении дополнительных ресурсов в Чувашской Республике. И общая сумма на сегодняшний день – это 3,5 миллиарда рублей. Но при уточнении бюджета эти ресурсы, это ассигнование с федерального бюджета, они как раз будут уточняться. И, соответственно, само по себе доходы бюджета на эту сумму увеличатся. Я правильно поняла? Это помимо того бюджетного кредита в 3,2 миллиарда рублей? То есть это плюс еще 3,5? Да, это 3,2 миллиарда рублей – это бюджетные кредиты. И кроме этого безвознительное ассигнование, это субсидия, субвенции, межбюджетные трансферты – 3,5 миллиарда рублей. На сегодня есть уже принято решение. Соответственно, они как раз и будут прописаны у нас уже при уточнении бюджета текущего года. Но большая часть – это более миллиарда рублей на развитие агропромышленного комплекса, 300 с лишним миллионов рублей на поддержку этой субсидии на выплату ежемесячных пособий при рождении третьего и последующего ребенка. 333 миллиона – это как раз на строительство объектов, спортивных объектов. И, соответственно, тоже немаленькая сумма у нас идет на развитие по развитию туризма, это по этнической Чувашии. Каким отраслям, каким направлением, не отраслям, а направлением, при самом неблагоприятном варианте развития событий грозит сокращение финансирования, в первую очередь? Ну, нельзя, наверное, тут говорить, что именно какая-то эта отрасль конкретно будет. Нет, в принципе, в любом случае, первоочередные наши расходы, это социальное обязательство, будет выполнено в полном объеме. И те, которые являются не первоочередными, так скажем, не которые можно сократить, и, соответственно, они не повлияют на социально-экономическую стабильность республики, соответственно, и те расходы, они будут уменьшены. Ну, как в кризисные времена идет работа с обслуживанием государственного долга? Ну, вот обслуживание государственного долга – это всегда первоочередная задача. Понятно, у нас бюджет принимается дефицитно, и дефицитно – это предполагаться по себе формирование дефицитов в последующем образовании государственного долга. Оно является важным, как бы сказать, управление госдолгом не только в кризисные времена, и в любые другие, потому что оно все более актуальным становится для субъектов Российской Федерации, потому что все больше на субъекты перекладывается обязательство, передаются полномочия, которые увеличивают наши расходы. И вот практически на те решения, которые принимаются на федеральном уровне, на их исполнение, на передачу полномочий, практически более чем 70% собственных доходов уходит на исполнение этих полномочий. Поэтому, соответственно, и, наверное, такая ситуация, что у субъектов Российской Федерации растут сегодня государственный долг практически. Но на сегодняшний день, на начало этого года, госдолг у нас тоже составлял 12,2 миллиарда рублей. Это было 58% к собственным доходам. И по доле собственным доходам, госдолг к собственным доходам Чувашской Республике занимает в Приворском федеральном округе четвертое место. В прошлом году мы от доли расходов на обслуживание госдолга составила 1,1%. Это, можно сказать, тоже один из наименших в Приворском федеральном округе. И, соответственно, мы применяем разные инструменты для того, чтобы сократить расходы на обслуживание государственного долга. Это привлечение и бюджетных кредитов на кассовый разрыв. Например, на сегодняшний день у нас в структуре госдолга 75% и до бюджетной кредиты. То есть процент за пользование этими кредитами составляет 0,1% годовых. Практически, можно сказать, бесплатные кредиты. И, соответственно, очень активно используем мы инструмент, так скажем, механизм ликвидности единого счета Чувашской Республики. И, соответственно, это практически бесплатные для нас ресурсы. Тем самым мы уменьшаем использование расходов наших на обслуживание государственного долга. Ну, соответственно, мы, конечно, применяем разные механизмы, стараемся привлекать кредиты по ниже ставке. В прошлом году у нас ставка по кредитам, которым и средняя ставка по году составила 10,5%. Если в Приворском федеральном округе, это процент по прошлому году составил 11,27% годовых. То есть, исходя из этого, соответственно, мы и обеспечиваем снижение, так скажем, наших расходов на обслуживание государственного долга. Светлана Александровна, тем не менее, по сравнению с 2009, кризисным тоже годом, сумма государственного долга Чувашской Республики увеличилась в полтора раза. Это вот цифра, кстати, Минфина. И эту тему в последнее время не обсуждают, ну, скажем так, только ленивые. У нас же все хорошо разбираются в экономике. Объясните тогда нам, чем это вызвано и есть ли повод для волнений? Ну, тут, конечно, коллеги, нужно рассматривать не просто эти абсолютные цифры. Все относительно должно быть. То есть, у нас же увеличились собственные доходы. Ну, если вот вы говорите, 9-й год, действительно, там, в 9-м году у нас государственный долг был 8,2 миллиарда рублей. Но давайте посмотрим его отношение к собственным доходам. Она тогда составляла почти 67%. Если мы сегодня говорим, что собственные доходы – это 57%, и мы занимаем четвертое место в Приворском федеральном округе – это сегодня. А в 2009 году это составляло 67%. И мы занимали 14-е место в Приворском федеральном округе. То есть, в Чуварской республике тогда была самая большая нагрузка по государственному долгу в Приворском. То есть, самые большие долговые обязательства получаются. Самые большие долговые обязательства были в Приворском федеральном округе. И поэтому, исходя из этого, нужно говорить, что 9-й год в Чуварской республике она имела самую большую долговую нагрузку в Приворском федеральном округе. Соответственно, и расходы на обслуживание долга, они были высшие. И, соответственно, вся работа, которая после 2009 года была проведена, именно направлена была на снижение государственного долга, на снижение его доли к собственным доходам. То есть не абсолютное значение здесь важно, а именно его отношение к доле собственного дохода. Проще говоря, одно дело, когда ты должен кому-то половину зарплаты, а другое дело, когда всего-навсего ее четвертую часть. То есть есть разница. Да, конечно. Все правильно. В последнее время тоже очень много вопросов, очень много споров вокруг ситуации с рейтингами, которые международные рейтинговые агентства то поднимают, то повышают, но в последнее время в основном понижают. И вот говорится о том, что в большинстве случаев под этими мерами стоят больше политические мотивы, нежели экономические, социальные. Вот как вы считаете, вот сейчас у нас какие шансы восстановить свою репутацию? И в каком направлении нам для этого нужно в первую очередь работать? Или же можно вообще не обращать на это внимания и жить как жили? Как многие эксперты говорят, как вы уже упоминали, да, в Российской Федерации на сегодняшний день просто уже на эти рейтинги, которые определяют там или назначают Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, уже признан того, что все-таки здесь непрозрачный механизм присвоения этих рейтингов. И, соответственно, можно сказать, во второй части вашего вопроса прозвучало, можно просто не обращать на это внимания. Этот элемент сегодня тоже присутствует. Но в то же время мы, конечно, не расслабляемся, и, соответственно, наша задача сегодня вывести наше бюджетно-прозрачное. Ну, на сегодняшний день практически оно уже, прозрачность, публичность, это все обеспечивается, и, соответственно, обеспечивает его стабильность исполнения, стабильность формирования и обеспечивается сбалансированность. Мы на сегодняшний день обеспечиваем исполнение всех обязательств перед Минфином России. Соответственно, да, действительно, очень сложные и жесткие условия. Сегодня практически те бюджетные кредиты, которые более 50 регионов в прошлом году получили, где-то это 57 регионов, из них 20 регионов не обеспечивают выполнение своих обязательств. То есть, соответственно, действительно, очень жесткие условия. Но Чувашская Республика хоть в число, которое обеспечит свои исполнения. Но конкретно уже переходя на ваш вопрос, то Республика имеет рейтинги трех агентств. Это ФИЧ, МОДИС и Эксперт.Ра. В прошлом году, вы помните, наверное, ФИЧ снизил Российской Федерации рейтинг на одну ступеньку. Но при этом Чувашской Республике рейтинги были подтверждены и, соответственно, они были сохранены. Что касается МОДИСа, с конца прошлого года Российской Федерации данное агентство снизило рейтинг на три ступеньки. И, соответственно, Чувашской Республике тоже было снижение на одну ступеньку. При этом пояснение со стороны экспертов данной компании было основное пояснение то, что влияние, так скажем, национального рейтинга, влияние именно рейтинга Российской Федерации на субфедеральные рейтинги. Что касается Эксперт.Ра, то есть рейтинг присвоен, он был подтвержден, то есть понижения не было. Но в любом случае наша задача, это я уже говорила, работать над тем, чтобы улучшить свои рейтинги, повышать их ежегодно. И, соответственно, эта работа будет продолжена. Но Российская Федерация тоже решила защитить от всяких непонятных, так скажем, непрозрачных действий рейтингов агентств. На сегодняшний день разработан проект федерального закона, в котором будет именно прописана методология и, соответственно, требования к прозрачности проведения этой оценки. Соответственно, она должна быть понимаема, публично. Определенные критерии, независящие от политической коммунитуры. И, соответственно, будут прописаны те нормы, которые будут исключать, так скажем, как вы уже говорили, конфликт интересов. То есть, соответственно, она была действительно публично, прозрачна, и она отражала именно реальную действительность. И после принятия данного федерального закона, данного проекта федерального закона, мы надеемся, что присвоение этих рейтингов, она будет более, так скажем, понятна всем. Ну что ж, спасибо вам большое за такие подробные ответы. Я напомню, что сегодня нашей собеседницей была министр финансов Чувашской республики Светлана Янилина. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok